Иван, приветствую вас снова. Очередной эфир у нас. Разбираем рыночные возможности, которые есть. Я, друзья, для всех вас напоминаю, что Иван, он дебютный участник такого же дебютного проекта батла, трейдеров с аналитиками компании Амаркетс, в данном случае со мной. И с Иваном у нас будет 4 совместных эфира, соответственно, 4 раунда, по итогам которых мы подведем общий результат. И если доходность совокупная, сделок Иван окажется выше, чем доходность от тех рекомендаций, которые буду давать я, Иван получит в управление в копи-трейдинг компании Амаркетс 500 долларов. Также продолжит успешно работать, и я надеюсь, в принципе, сможет впоследствии показать хорошие результаты заработать для всех потенциальных инвекторов. Иван, вы просили вам слово предоставить, с большим удовольствием это делаю. Да, то есть вот у меня сегодня есть сделка по фунту доллару, то есть это чисто технически по моей системе входил. Значит, я по цене 1.3085 и, соответственно, до уровня 1.3400 по фунту доллару. То есть со стопом 1.30000. И по доллар-иене я выставил целый лимит на уровне 104.70. Жду доллар-иену где-то в 103.30. То есть вот у меня два инструмента сегодня, по которым я сегодня совершил сделки. Так, понятно. То есть у вас позиционная ставка на ослабление курса доллара. Да, именно так. Да, именно так. И вот РТС тоже, я вот смотрю за российским рынком, за российские фьючерсы и индекс также РТС. Сегодня, то есть, стал укрепляться. И я вижу, что СНП, я тоже смотрю за американскими фьючерсами, то есть американскими индексами. И вот я смотрю, что СНП сегодня показали такие вот надежду на восстановление. Вот. И, соответственно, если этот сценарий продолжится, то, соответственно, я жду ослабления доллара в ближайшие там, может быть, неделю. Ну, вот сейчас у нас заканчивается неделя, конечно же. На следующую неделю, скорее всего. Так, я вас понял. Ну, рекомендации есть СНП. Большое вам спасибо. Что касается моих, секундочку. Сейчас демонстрация экрана. Сегодня, друзья, всем также рекомендую обратить внимание, действительно, согласен с Иваном, то, что есть локальная тенденция слабой стеклости американской валюты. Эта тенденция, скорее всего, будет преобладать, потому что мы работаем с насыщенным фоном, фундаментом. Это предвкушение новых мер экономического стимулирования США. Это первый момент. И второй момент. Буквально несколько часов назад завершились дебаты финальные Трампа и Байдена, по итогам которых, я думаю, уже ни для кого ни новости. Трамп вышел победителем. Соответственно, снова растет ставка на то, что Трамп сможет сохранить с собой позицию американского президента. И впоследствии это может казаться еще больше на ослабление курса на доллар. Сегодня сделка селлимит с уровня 1.3140 по паре доллар-канадец. При этом в качестве тейк-профита будет значение 1.30. Стоп-лосс ставим на уровень 1.3190. Плюс аргументы сделки и продажи доллар-канадца не только слабость американской валюты, но и еще и рынок нефти, который локально, мы вчера видели, отбился от тоже нижней границы зоны проторговки, которая продолжается в течение уже довольно продолжительного периода времени, фактически всего октября. Вот мы видим здесь разворот, что на отметке 41.50. Я оптимистично настроен отношение Brent. То, что, по крайней мере, сейчас на слабости доллара сможем забраться выше новых этих локальных максимумов, это 43.40 и так далее. Ну, сделка здесь вторая не по нефти. Нефть просто, сам факт того, что растет, это, конечно же, еще один позитивный фактор, из-за которого канадский доллар должен укрепляться. Вот, пожалуйста, второй доллар. И еще сегодня сделка. Иван, я, пожалуй, примкну к вам, как к трейдеру, который работает с британской валютой. Сегодня я также порекомендовал бы рассмотреть фунта из-за его гиперволатильности и поставить тоже на рост этого инструмента, но только немножко через другую точку хода, через отложку buy-stop с уровня 1.3110, при этом stop-loss 1.3050 и движение выше уровня 1.33. Никакой негатив сейчас фунт не берет, то есть британская валюта растет из-за слабости доллара. Ну, поскольку для фунта определяющим является только лишь американская валюта, я думаю, что собственноручно не будем копаться в негативы, связанном с Brexit, мы не будем ничего придумывать. Короче, работаем здесь по локальному тренду. Иван, большое вам спасибо за то, что вышли сегодня в эфир. В идеале бы, конечно же, чтобы, как и в прошлый раз, была с вашей стороны демонстрация экрана, так лучше воспринимается информация. Надеюсь, что вы сможете технически вот эти агрейки исправить к следующему эфиру. Следующая треть у нас с вами буквально за несколько дней до американских выборов. Это, соответственно, 28 октября. Как и всегда, будет о чем поговорить. Вам же желаю удачной торговли, Иван, и до скорой встречи. До свидания. До свидания.